Привет, с вами Павел. И сегодня я в связи с тем, что вышла игра Fallout 4 я сделал себе такое вот убежище. Ну и много сделал фигурок. Я знаю, что Fallout вышел довольно давно, четвертый, но все же я не остался равнодушным и сделал себе вот такую штуку. Перед тем, как начну обзор, хочу показать мини-фигурок. Вот эти все роботы, которые сделаны как дроидов, это все синты. Потом это все остальные это рейдеры. Рейдеры психи, все дела. Вот. Также я нашел очень старую фигурку динозавра. Это очень она старая. И она очень хорошо подходит под когтя смерти. Вот. Это у меня как бы как коготь смерти. вот этот человечек, который бежит. Это я сам его придумал. Это барахольщик. Он продает и дает вещи самодельные. Вот. Так как он не рейдер, он увидел все, что тут происходит и недолго думая убежал. Поэтому вот он бежит. Дальше. Тут вот стаи собак. тут радиационный таракан. Вот. Он вот тут ползает. И также это мой первый набор, где... Ну, не набор. Я впервые что-то сделал, где я смог нормально установить вот этот блок. И еще. Я дополнительно сделал вот эту вот фигурку. Силовую броню. Силовую броню. Она... Я ее специально сделал, потому что мне в игре это очень понравилось. Вот. Поэтому... Это тоже очень старая вещь. У нее все принты стерлись. Это и к лучшему. Вот такая силовая броня. Вот само убежище. А чем с дверей? Двери вот так никак не открываются, потому что тут стоят зажимчики. Чтобы их убрать, надо потянуть и потянуть. Так оно откроется. Дверь будет открыта. Так дверь никак не откроется. Она очень твердо закрыта. Дальше. Начнем тоже с фигурок. Это командир военных солдатов. Командир. У него винтовка такая прикольная. Специальная. Так, дальше. Это два солдата. Они из набора. Тоже старого. У меня тут очень много всяких, в общем, старых таких уже вещей. Вот. Вот эти два солдата. Я даже делал обзор на тот набор, где они есть. Поэтому, кто видел, тот знает, откуда они. Правда, это из двух наборов. Один зеленый из одного набора, а другой красный из другого. Вот. Фигурки такие. Дальше. Я... Это не фигурка, но все-таки. Есть вот в фоллауте шелтере. Да, и вообще в любом фоллауте есть такой маленький робот мистер Хэнди. Он летает, всем помогает, то есть выполняет работу. Я решил не отставать, сделать себе тоже такого. Он прикольный. У него выдвигается вот рука. У него есть пила, как у настоящего мистера Хэнди. Ну, он такой маленький, прикольный. Дальше сделаем инженер. Он стоит там с вот этой коробочкой. Он стоит и ее там что-то с ней делает. Я не придумал объяснения, что, зачем, как. Вот. Вот. Дальше. Я сделал музыканта. вот. У него такой, такая вот штучка есть. Так, это обратно надо присоединить. Вот, саксофон у него есть. Он в котелке таком. И вот этот же забыл название. Вот. Ставим его обратно. Тут стоит охранник. Если что, это вот палка как раз тоже из фаллаута четвертого я попытался сделать. С ней можно побегать в самом начале игры. В самом. Вот. Костюм антирадиационный. Вставим его обратно. Потом просто тоже это гражданский человек. Он вот сидит с пончиком такой, со стаканчиком сидит, трапезничает. Дальше. Я сделал тут. Ну, это тоже гражданский тут сидит. наш мой полар. Вот такой вот он. Вывалються, конечно, жалко. Ну, ладно. Потом вот я ребенка маленького сделала одного. Это как будто у него на футболке это нарисовано. Не в реальности вот это все. Патроны у него. Это как бы у него обычная футболка, а просто это все нарисовано. Вот у меня есть такая даже деталька, как мороженка. Она вставляется вот в такие бокальчики. У меня есть мороженка. Жаль, конечно, что оно все белое, но все. Потом. И также самая работящаяся фигурка. Очень. Больше всего. Ее, конечно, вытянуть очень сложно. Ну, ладно. Не буду вытягивать там. Это вот она. Это рабочий. Он тут сидит. Он вообще-то тут сидит. Это очень работящая фигурка. Могу перечислить. Это тут один человек тут, но она сразу на четырех работах. Вот. У нее был в руках антирогин. В руках. Она работает на четырех работах. На реакторе. На ну, как медик работает. Потом а вот тут вот такая деталечка есть. Это как камера и динамик. Еще работает на камере, а еще работает на радиостудии. И вроде все. Там еще какая-то работка была, но я ее уже не помню. Я ее стараюсь не вытягивать, потому что вы видите, когда ее вытягиваешь, комната очень маленькая и просто что-то выпадет. Вот. к фигуркам все. Теперь само убежище. С такого ракурса, с такого, вот. Ну, из такого вот. Вот такие вот вещи. Легче всего, наверное, вам так. Ну, вот, поэтому начнем. Тут у меня стоит просто какая-то бочка. Вот. Второе. Вот тут есть такие вот проводочки. Я говорил, вот стоит реактор. Он стоит очень хорошо. Это у меня впервые так получилось. Его хорошо устоятят. То есть он не выпадает. Все отлично. Если включить нажать, то будет вот. Включается свет. Конечно, сейчас это ужасно видно. Совершенно не видно. Ночью, но ночью, ночью это освещается хорошо. То есть даже вот тут свет есть хорошо. И эта вся комната освещена. Это сейчас просто дневной свет. Дальше. Теперь тут тут полки с оружием стоят на всякий случай. Перейдем к самому интересному, к ядерколе. Тут всякие бокальчики, но неважно, вот тут. Вот тут стоит бутылка с ядерколой обычной. Даже две бутылки. А также у меня есть, у меня вон на полочках стоит синий, сейчас, стоят синие бутылочки, это квантовая ядеркола. А эта жабка, это просто как напиток такой есть в форме жабы. Если убрать вот этого человека, ногтем открыть этот, тут будет в этой штуке как бы стоит раздатчик квантовая ядеркола. Вот такая вот маленькая ядеркола, квантовая ядеркола. Главное не перепутать, есть разница ядеркола или квантовая ядеркола. она это вообще напиток очень клевый. Но я не буду сейчас говорить, я знаю, что это такое, зачем он нужен. Вот, Тут, вот как я и говорил, тут вот стимуляторы, радиостудия, стимуляторы, все дела. Теперь перейдем к спальне совмещенной со столовой. Вот тут обычная спальня такая. Тут низ намного меньше, поэтому сюда вместится только ребенок. Теперь тут. Тут у нас стоит человечек с пирогом. Пирог есть. Вот. Стоит ящик. Вот такой ящик. Если его открыть, то там будет стимулятор. Можем обратно. Кстати, у всех, кроме ребенка и сварщика, есть пип-бой. Как я его изобразил? Вообще в фоллауте лего очень тяжело изобразить его. Разные там стоят какие-то штуки. Но я решил поумнее. Просто видите, одна рука желтая, ну или бежевая, как я нравится, а вторая серая. Таким образом я изобразил пип-бой. Стелс сбоя ни у кого если что нету. Тут ящики какие? Еда, вода, еще еда. Там есть еда, но это я не хочу вытаскивать. Вот. Ну вот и все. Вот и пришло к концу наше видео. А, еще тут я подетализировал, поставил такой счетчик. Ну и прикольное убежище, мне кажется. или оно сделано на скорую руку. Я сделал его в общем не знаю за часов в семь, если так вот взять в общем. Ну вот. Кстати, после будущих сказать про вот эту фигурку. Очень интересный факт. Вот самое серьезное, у нее есть в руках пулемет. Это если что не я придумал, а с набора. поэтому если нужно сделать пулемет, тогда вот можно легко его съесть. Вот как он делается? Просто нужны следующие детали. Он делится просто проще простого. Нужны вот такие детали. Мы вставляем сюда, потом это сюда, это вот сюда. У нас получается такая штучка. Потом одну ножку вот сюда и вторую ножку вот сюда. Вот получается к сожалению оно к нему в телу полностью не приставляется. И получается так, что оно смотрит вот вбок. Это минус. Но все же вот такое получается турелька. И это очень классно, если честно. Очень прикольная фигурка. Но она очень мощная все-таки. Вот. Ну это уже все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч.